Хотелось оставаться дальше в сфере, дальше в доте. Предложения были, действительно, от многих команд. Единственное, я подбирал для себя более комфортную ситуацию. Так совпало, что мне написал один человек, его порекомендовал Александр Дашкевич. Я уделил этому человеку время, и он мне понравился. Человек мне предложил условия, на которых я полностью соберу команду. Мне захотелось именно пробовать именно вот так. И мне человек дал как бы полный карбанж. Посмотрел я, как играли команда All Bad Gold, в частности, Федя Вильхиор и Сережа. Невозможно сделать команду просто самому с того ни с сего. То есть нужно отталкиваться от каких-то очень сильных игроков. Федя им являлся. На меня вышел Ваня Аркстайл, сказал, что вот планирует собирать команду и типа хотел бы меня видеть. Когда обсуждались разные кандидатуры на разные позиции, сразу сказал, что хочу видеть Годот, потому что уже с ним давно играю, мы знаем друг другу минусы, плюсы, вместе уже много работаем. Уже и приятно, и комфортно, и как бы не мешает общению, что мы друг другу можем и все высказать, и также продолжить адекватно общаться. Он сидел со мной очень много времени, толдычил, я не знаю, тыкал, можно сказать, как собаку в игре, типа вот, типа вот так, а не так. И чего только не было, но просто уже, наверное, я повзрослел и уже научился к этому адекватно подходить и реагировать. Типа у каждого своя жизнь. Типа вместе работать, да, уже комфортно. Связался Аркстайл, предложил вместе попробовать, сформулировать состав. Серега в свои-то годы, как говорят, харди, ну, кор роль, там тяжело все делается. Он отыгрывал на предыдущих квалах, действительно, тоже очень хорошо. Ну, мы вместе с ним играли давным-давно, в 2012 году в Darwer команде. Он, действительно, человек, вокруг которого приятно находиться. Он, он делает так, что люди заинтересованы быть рядом с ним и вместе с ним, поэтому, да, в этом плане он невероятно круто. Вот, начал отталкиваться от такой даблы, то есть нам оставалось добрать еще двух коров и пятерку капитана. Что касается пятерки капитана, у нас сразу я начал советоваться и с Федей, и с Сережей. Вот, пал выбор на Влада Black-Archangel, потому что уже успел там Федя с ним поработать в империю в свое время. Да, мне сразу сказали состав, мне сказали, кто будет тренером. Меня это заинтересовало, потому что я просто понимаю, что у человека большой багаж опыта, знаний, которые могут пригодиться в работающей команде. За Влада могу сказать, что человек, ну, как он общался, мне понравилось очень. Он так понимал, что капитаном сразу не станет, что все это нужно заслужить, заработать, что все это со временем. В связи с тем, что мы будем играть много турниров там, либо проходить куда-то, либо просто играть много, человек раскроется и станет тем самым капитаном. Ну, Влад, он парень такой не маленький. Мы с насильственно много играли матчмейкинга вместе на буткемпе. Отлично проводим время. У него очень подвешен язык. И он выглядит очень внушающе. Внушает доверие. Или да, он прав. Так что это Влад. С годом я вообще не играл. Я думал, он немного более закрытый человек. Оказалось, все наоборот совсем. Для меня все ребята очень приятные, комфортные, удобные. Со всеми легко. Что касается ARK, у меня про него был только позитивный фидбэк. Все как бы отзывались о нем, как о Тир-1 игроке, который очень много играет. Он играл в Fly to Moon. Fly говорил, вообще не может понять, как такой игрок, как ARK до сих пор без топовой команды, 9000 ММР и все остальное, которые набиты довольно честно и кровью и потом. Попал в экстремум благодаря ARK Style, отчасти Вильфиору, Году. Они знают, какой я человек и что я примерно делаю, что я из себя представляю и какие как бы плюсы и минусы у меня есть. И они решили дать мне шанс. То есть адекватный парень, который готов будет и к изменениям в игре, и если какие-то изменения будут в команде, то есть он ко всему этому будет нормально относиться, может уже сформировавшаяся личность. Про ARK что могу сказать? Что парень перспективный игрок, то есть хороший перспективный игрок, хороший тиммейт. Black Archangel — душа компании, самый веселый. Если лиман поддержит обстановку вне игры, то в игре Влад полностью этим занимается. Сфокусирован на победе и хочет побеждать. В принципе, мне в нем очень нравится. За счет того, что у него все получится, я буду в это верить. Есть Малик, прекрасный легионер из соседней дружественной страны. Он пока что ведет себя довольно относительно тихо, но мне кажется, истории Малика самые жизненные и веселые. С Маликом мы, получается, пожили здесь три недели. Мне очень понравился этот парень, очень такой жизненный, живой, живой, сказать, человек. Очень перспективный, то есть немножко стеснительный и неуверенный еще в себе, но я думаю, что через полгода мы это поменяем. Я в экстремум попал за счет Black Archangel, я думаю, за Владоса. Словечко сказал. Скажем так, что я был один из тех, кто хотел бы с ним играть. То есть, очевидно, не только я советовал, потому что решение мы принимали всей командой из большего. Хардер хорошо играет, входит в топ-100 коров. За Малик только пока позитивное ощущение. Парень учится, старается, все внимает, что может, с ним комфортно. Удивился, конечно, когда у нас артстайл будет тренером, много опыта интернашнл в игре. Ваня у нас таким выступает судьей. Он часто решает какие-то спорные моменты, когда игроки вступают в конфликт. Он делает атмосферу в команде очень рабочей, играбельной и приятной. Из-за этого, я думаю, что каждый игрок наслаждается игрой. Если уж выделять какие-либо качества тренеров, то Ваня, наверное, самый сильный в плане именно становления команд. Свой человек, с которым интересно. Про буткемп. Уровень, что касается просто от этой организации, что уровень здесь, подход довольно серьезный. Как бы нам изначально сказали, что условия будем давать максимально лучшие, которые будут возможны. Это самый лучший буткемп, думаю, мои личные. Местоположение Питер, город очень импонирует. Каждый игрок скажет, что он полностью доволен буткемпом. Есть так называемая chill-зона, есть кухня, есть соло-комнаты, есть призраки. Довольно прикольная, так сказать, получилась командная стори, что ли, что вот есть дом и есть фотография куклы в рамке. Довольно странно, да, фотографировать куклу и ставить ее в рамку. Письменный стол. Я на нем не пишу, но на нем пишет постоянно кто-то, когда я сплю. Скорее всего, призраки. Да, наверное, это лучший буткемп, на которых я бывал. Это, наверное, первый в истории киберспорта буткемп в Петербурге. Тут все есть. Прям все.